привет зритель щас ждет обзор моей мечты смысле крутого мощного стационарного блендера от внезапно русской фирмы синтек у которой производство находится в китае также как производство находится в китае у китфорд и еще одной фирмы которая в ценовой категории с подобными блендерами где-то так вот посередине сначала идет кейтфорд мне кажется у них завышена потом то фирма не помню название на gg английская латинская и синтек вот такая вот коробочка я позавчера заказала на зон сегодня она мне доставилась я ехала на автобусе из деревни на обедничном и на выходе уже пошла сразу на базу выдачи если ты подписан на мой инстаграм то ты уже видел эту фотку возможно если ты еще не подписан то у тебя есть прекрасная возможность исправить ситуацию если ты имеешь счастье подписанным быть на меня в телеграм да у меня там теперь тоже есть бложек уютненький то ты узнал об этом первым или узнала а если еще нет то ссылка есть в инстаграм раньше там была ссылочка на страничку вконтакте и на странице канала этого я оставлю еще ссылочку в инфобоксе на телеграм потом надо сделать так чтобы ссылочка была постоянно короче в общем я долго думала выбирала и изначально на зон меня у зацепил именно вот этот вот зацепил я так подумала вау 3630 рублей 3630 рублей за штучку потом я увидела другой на букву г я ничего не хочу сказать может он супер крутой там были какие-то навороты я не очень люблю сенсорное меню техники мало ли чего загручит перенет туда нажму запрограммированные программы тоже как-то не особо очень много информации прочитала о том какие блендеры бывают какой лучше выбрать и чем вообще меня ткнуло то на блендер у меня же как бы есть браун от подруги маши 5 скоростей я благодаря всяким статьям узнала что у него этому пусть импульсный режим даже есть и турбо режим он на 800 факт но им нельзя делать ореховую пасту арахисовую в данном случае арахисовую пасту я пыталась делать муленексом погружным блендером который мне подарила подписчица лена минскеры москва пусть она засмущается от приятности и как бы все хорошо но чуть-чуть не дотягивает остаются комочки погружной блендер немножко греется как-то странно если он вдруг сломается я же хотела в принципе исключительно на замену запчасти от советского миксера мария именно пюрешки делать в общем я пришла к выводу что я хотеть 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 очень мощный крутой блендер я почитала что минимальное количество ватт это мощность это 800 максимальная для 500 куда мне для 500 я кучу отзывов прочитала то что можно делать за 2000 ватт эту самую пасту вообще идеально можно даже некоторые делают и за 1000 ватт разные другие фирмы запад на добрение с русским названием исключительно китайская фирма нашла на вайберис на вайберис я тоже видел этот синтек но немножко другие вариации читала комменты читала ответы представителей бренда на разные типы этот же у нас синтек ст-1320 1320 настольный блендер оптимальная скорость 28000 оборотов в минуту объем стакана полтора литра до стакан стеклянный если ты зритель хилая женщина или мужчина или просто хилый человек не определившийся гендерную ориентацию не не говори не знаю что то да вот просто ты хилый человек зритель то тебе надо подкачаться я вот гельку качала махала у меня утяжелители на руках бывают когда гимнастикой утром занимаюсь ту тебе этаж поможет а если нет на тебя это будет тяжело я еле его доперла честно у меня был пакет от зона да кстати мне проверили в озоне комплектацию спросила можно ли проверить мне даже сказали что можно проверить на дееспособность и он дееспособность тут у нас есть инструкция по применению с которой я ознакомилась еще когда лазала на сайт снт и скачивала ее в электронном мире я прям как этот японец конца открываю руководство пользователя настольный блендер ст 1320 мощность качество дизайн так вот почему я именно его выбрала во первых не одушила сжаба на китфордовский который косплеит какую-то супер крутую западную марку потом я поняла что посередине находящийся г на г герлинг на г что-то не помню можете потом загуглить или я по загугли в инфобокс или там в камен какой-нибудь закрепленный скинул название этого г в общем это гэ косплеит китфорд и еще какую-то марку я даже отзывы почитала ну и на всех там 50 на 50 что-то было вот у меня он при первом включении ничем не вонял по большей части там писали что на китфорд что на сентек что на что-то другое что на супер крутое на вороченную марку что при включении первого воняет резиной еще чем-то еще чем-то еще чем-то короче чем-то воняет и с одной стороны зрители если тебе хочется заплатить за бренд доплатить какой-нибудь крутой брендовый миксер блендер а если как бы нафига переплачивать и не те же яйца ли сверху то купи себе санта безопасности описание прибора комплектности устройства прибора порядок работы уход за прибором технические характеристики защита окружающей среды утилизация прибора информация сертификации гарантийные обязательства информация производителя импортере уважаемый потребитель благодарим вас за выбор продукции т.н. сентек мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации если тебе интересно за где зритель на сайт сентек и скачай инструкцию по применению есть не ознакомилась когда еще выбирала там на зоне была внезапно акция за 990 рублей можно было купить другую модельку сентек менее мощную там 20 тысяч оборотов в минуту и 1000 ватт всего лишь но так как мне как бы не было информации можно ли из нее делать эту арахисовую пасту или нет я потом подумала что такая это как-то стрёмно такая странная скидка так он сам по себе 3000 стоил но мало ли скидки на зон иногда бывают такие очень феерические успел ухватить тебе счастье но мне очень хотелось именно этот он прям не звал меня угрыла юля ну возьми меня ну я весь такой вот именно то что тебе нужно и в итоге мы с ним нашли друг друга тут у нас первая медный стаканчик но у меня на машину блендере тоже есть стаканчик крышкам блендерного стаканчика блендерный стакан потом где-то у нас нож кстати все это разъемная да тот который он тут стоил ровно 6 тысяч которая значит потом думала так но у него там его у него вроде круто так можно нажать на кнопочку налить водички мыльной потом залить еще раз водички там это выглядит я вот сам очиститься меня так немножко напрягает но мало ли там где-то это мыльная водичка застрянет мало ли там еще чего-то уж лучше я сама руками потому что тот же блендер браун можно разобрать и тут же ножичек спокойно помыть да он острый но если аккуратно мыть то все нормально будет так 5 держатель блендерного стакана моторный блок переключатель режимов и обычно так вот ставишь до щелчка вот в моем блендере браун а здесь нужно поставить и повернуть мне как-то это удобнее потому что вот у меня до щелчка не каждый раз не всегда до щелчка оставляется соответственно он как бы не включается долго соображать как бы вставить здесь у нас инструкция в картинках как это собрать если вы помыли допустим вот его потому что он приходит уже практически собранном виде и дальше у нас середины бумажки почти до конца на самом деле только на страничках для заметок потом вот я тут вижу этот серийный номер g19 011 32 00 2 3 1 4 до гарантийный талон уважаемые потребители срок гарантий на все приборы 12 месяцев за ты реализации конечному потребителю ну как обычно бла 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 вообще я когда включила там теста он так загорелась голубым цветом и я потом дробление попробовала здесь вот плюс тут все по-русски написано на русских все-таки рассчитано в россии допустим у меня медленная варка от китфорд на английском может я может мне религия запретила я не знаю английский или какая-нибудь бабушка которая не знает английский вообще потому что обычно там мою баб моя бабушка учила немецкий в школе но не все бабушки не все люди знают английский и вот если бы оно было там на русском написано было бы оптимально такое ощущение что я ничего не хочу плохого сказать про китфорд они хорошая марка у меня есть их несколько вещей они нормально функционируют но все-таки вы делаете для россии для русских человеков у которых у нас же государственный язык это русский да так и пишите на русском вот здесь написано на русском в общем вот такая фиговина фенопластик тут у нас вот сейчас я беру не настолько и тяжелый ну тогда можете в деревне была уставшая прямо с автобусом здесь правда и на латинице написано луза он на полтора литра как я уже говорила и тут вот как бы с запасом идет обычно считается что там оптимальный объем именно тот полезный объем и тот объем который сам по себе уносил в пакетике холодненький то какой стоял на окне стаканчик по моему он вот эта вот штучка пластиковая так я сейчас пожалуй вот сюда поставлю достану вторую часть не я конечно могу встать но тогда не будет ну как бы я немножко срежусь я не знала после в комплектации вот эта штучка но она была я в одном обзоре на youtube по моему вот единственный обзор первая часть второй части не было и там в каментах люди стебались над блогершей что типа вот наверное он уже не жилой но она написала в каментах что жилой что типа просто нет времени записать короче она говорила что в комплектации идет вот такая можно сказать ложечка тот за 6000 который изначально смотрела фирмы на букву г там был такой толкатель и я так поняла что в принципе вот удобно все таки ложечкой вот там ну немножко другого другой формы этот кувшинчик был туда действительно нужен этот толкатель но мне вот удобнее все таки когда в машкином блендере пыталась одну просто орехи даже измельчала не до состояния пасты как вот мне нужно то я ложечкой помогала соскребать вот она у нас она вставляется в принципе я ее вставлю сейчас покажу ложечка причем я узнала что в комплектации есть ложечка потому что на сайте озон в принципе не написано что в комплектации она идет ну может не посчитали нужным указать мало ли я его сейчас на руки себе возьму и постараюсь это измельчить не получилось у меня извлечь сидя пришлось вставать в результате чего я камеру на время отключила в общем каждая вещь в пакетике я конечно могу показать вам ту пенопластовую штуку которая держит это все в пакетике был шнур в пакетике была чаша в пакетике был вот этот самый моторчик и в пакетике была эта лопаточка у каждого свой отдельный пакетик очень хорошо запаковано может быть практически зафольгировано вот такая штучка у нас внизу пенопластовая все хорошо держится в общем удачно и надежно я предварительно пожарила немножко на сухой сковороде варахис чтобы сразу продемонстрировать и самой увидеть вам показать рабочие способности этого блендера потому что я на youtube и больше вообще нигде не нашла конкретно вот такого обзора в действии только вот единственный ролик где вот просто комплектация показана здесь у нас силиконовая такая накладочка внизу здесь пластик пластик также на браун ты читала отзывы что как это плохо то все пято десятое но браун она как бы такая крутая марка у нее тоже пластиковая штучка в которой крепится это счастье еще я хотела чтобы было ножей больше чем на моем на моем их две пары всего четыре тут у нас шесть ножей два идут вниз параллельно сверху им параллельно можно сказать идут вверх и два таких вот плоских ну вот сейчас я открыла от кувшина немножко пахнет вот чисто такой не то что ну ближе к технической но мне кажется тут любой вот новой вещи вот покупаете там приходит вам с алиэкспресс какая-нибудь сумочка вот ее чем-то таким пахнет это может вполне себе выветрится у меня конечно я сейчас это окочу и вытру потому что как бы первый раз используешь да но я вам сейчас просто его продемонстрирую как он выглядит тут вот как раз вот эта защелочка ставил и прокрутил три режима импульс дробление смузи я глянула на эту иконку и мне показалось что это стиральная машина нарисована на самом деле это вот как раз этот синтек синтек айс краш крашер сейчас я поверну его лицом к народу у него есть вот как раз выключение включение и тут вот в планном режиме шесть скоростей плюс как бы внизу у нас дробление дробление это на нее нажимаешь и пока не нажмешь снова она не выключится потом смузи точно так же а вот на импульс вы нажимаете и держите и как я смотрела разные видео на других совершенно блендерах приготовление арахисовой пасты не только арахисовой ореховой пасты то советуются не более 30 секунд вот так вот импульс подержали потом отпустили потом снова подержали провод у нас тут перемотан как обычно ленточкой такой ну не совсем ленточкой вот чисто для меня довольно длинный шнур я могу и в ту розетку рядом с которой стоит камера и рядом в розетку воткнуть ну и сейчас просто продемонстрирую как ну да вот тут такая силиконовая резиновая прослоечка чтобы туго заходила крышка я считаю что это плюс хоть там многие считали иначе что оно не туго если туго то она как бы защита от брызг считается мы сейчас ее как бы закрыли будто бы у нас что-то есть и вот этой лопаточкой можно как бы помогать не хуже чем допустим толкателем и вполне себе легко она снимается я вот просто отзывы читала на всякие блендеры Центек и как то такое ощущение что люди просто не пытались даже включить извините мозги чтобы вот прочитать хотя бы просто инструкцию по применению вот так он выглядит и чуть позже я покажу его в деле в общем я его помыла и вытерла полотенечком после единственное у меня не получилось открутить эту штуку поэтому помыла я его как бы ну аккуратно но примерно так же как делаю с брауном со своим но иногда у меня как бы там то откручивается то нет здесь у меня чего-то не хватило силы так ну я надеюсь что потом ко мне придет какой-нибудь возможно более сильный человек или же у меня у самой получится сейчас я тут со сковородочки положу арахис или даже пока поставлю на паузу положу а потом продолжу снимать в общем я положила половинку сковороды сейчас у нас тут 300 ну потрясем его ну в общем да 0,3 литра я ее пока не снимала была дана из такого материала что еще не скоро нам от мокроты может отвалиться ну в смысле она как бы не нам не вымокла она у меня когда я его мыла крышечка да кстати вот у крышечки тут носик она тут есть как бы можно прямо вот открыть крючку и наливать такой вот реально как кувшинчик ну и вот я сейчас просто заметила что вот здесь вот удобно за эту крючку как раз вот потянуть по-другому не закроешь в смысле можно конечно закрыть но именно что вот здесь вот эта крышечка закрывает этот носик то у меня чашу для миксера там как раз подобная конструкция да кстати я забыла сказать я специально это зачитаю описание прибора основные характеристики прибора мощный мотор три режима работают подсветка устойчивые прорезиненные ножки удобный поворотный переключатель металлический корпус тройные реже из нержавеющей стали прочные прочный стеклянный стакан объемом полтора литра крышка с резиновым уплотнителем ну и комплектность моторный блок сборя блок держатель потом одна штука стеклянный стакан сборя стакан крышка мерный стаканчик ножей и руководство по эксплуатации одна штука пятое это держатель блендерного стакана вот этот держатель блендерного стакана у меня пока не хватает сил открутить но у меня с некоторыми новыми вещами всегда так вот очень надо постараться чтобы пошло я сегодня пыталась попить чай сейчас скажу с чем предыдущий обзор как раз вот будет с вайберис тут у нас сироп ну вообще-то это органический сок соцветий как у своей пальмы и вот у меня с третьей попытки получилось открутить эту крышку она мне все-таки поддалась я думаю тут будет примерно так же и тут у нас вот тут ну помимо прочего тут написано как собрать если вы помыли как установить это счастье потом как включить я потом поверну его лицом к вам как выключить и дальше уже нажмите и удерживайте кнопку импульс она как раз сейчас нам пригодится чтобы включить прибор на максимальную мощность отпустите кнопку чтобы отключить режим если вы хотите сделать молочный коктейль нажмите кнопку смузи повторное нажатие отключат режим смузи ну как бы в принципе я говорила что там вот эти две кнопки на них надо специально нажимать чтобы отключить если включили для измельчения льда нажмите кнопку дробления повторное нажатие отключат режим дробления примечание для максимального измельчения льда нажмите и удерживайте кнопку импульс несколько секунд ну мне лед как бы не надо измельчать я хочу измельчить кое-что другое сейчас я к вам его лицом поверну у нас он у нас пока выключен вообще в смысле на окна нажата вся я возьму свой углы ныть у меня у меня варенье вообще не сдались на столе но так как я освобождала стол для товарища нашего то соответственно не все перебрались туда постоит пока так мы включаем сейчас попробуем этот импульс вообще я думала что если орехиковую пасту делать сначала на дробление а потом на импульс но мы сейчас попробуем так видимо что-то пошло не так как-то уже понял зритель да да вон там код постарался машинка так и не включилась второй-то раз после теста на базе выдачи и сегодня поедет после моего завтрака сделанного в обычном стационарном блендере браун на 700 ватт это у нас был на 2000 ватт смузи я с ним поеду на автобусе либо на маршрутке на базу выдачи озон делать возврат впервые в жизни был камент мылом не пришел на ютубе что человека интересует вот весь этот процесс я решила что нужно это все заснять и потом с моими каментами по мере монтажа это все ты увидишь в итоге полноценно когда это все закончится я надеюсь положительно в общем я написала в озоне в приложении в чат насчет как сделать возврат мне там бот пояснил что и как я пошла по ссылке с телефона у меня что-то не получалось оформить нормально базу выдачи чтобы обратно туда создать я с компьютера сделала пока оно в этом в кабинете личном никак не отображается выглядит как если бы я только что купила ничего не делала никаких не оформляла возвратов сейчас вот покушаю поеду давать такие дела печальные в принципе я читала отзывы на подобные блендеры русского изготовления и на китфорд и на тот на г я не помню есть какой-то просто гарензи герленд чего-то там забыла уточнить но тот который посередине он подороже раза в два вот этого был но более навороченный сенсорный но мне не хочется сенсорный и чуть может ну раза в два при этом подешевле китфордовского мне кажется китфорд все таки завышает потому что ну не настолько у них супер качество учитывая даже то какие отзывы на них вот я читала 9 из 10 были негативные на подобного вида блендеры от китфорд на эти были 50 на 50 я подумала что в принципе это как бы такое может быть с любым блендером но я не думала что вот это меня коснется в инсте на мне написал камент представитель синтека какой-то восторженный на мой восторженный пост вот про эту штучку тогда еще не знала что он больше не включится а я ответила что ну как бы не включился и после этого мне написали что типа ну как бы быть такого не может в общем еще какой-то представитель неофициального этого синтека мне написал уже с таким намеком ну что как бы пользователь дурак а производитель хороший в том плане что производители фирмы синтек она не учитывает тот момент что у любой фирмы может быть производственный технический брак заводской брак как принято говорить в общем это заводской брак к сожалению я такие надежды на него возлагала он мне очень нравился внешне и большая часть отзывов была хорошая именно на эту модель хотя на больш ну как бы большую часть моделей синтек блендеров погружных и не очень были плохие отзывы но когда я вчера смотрела на люксе на сайте ну это не совсем сайт люкс он как-то в общем ну как бы выглядит как их сайт года два на год когда я покупала велик мне сказали что это не совсем их сайт ну как бы дружественные когда я смотрела на сайте на всякие разные ну уже в том до измельчителей блендеры погружные стационарные я вдруг вспомнила что когда выбирала и в итоге купила марту в люксе за полторы тысячи свой измельчитель уже новый вот тут чуть по мощнее 500 ватт он мощностью 500 ватт я помню что читала отзывы на синтек и там везде были ругательные я вот как я вообще могла такое забыть что это ну какая-то фуфло совершенно как по ходу вышло ну как мы уже поняли красивая хорошо сделанная ну так это чаша не откручивается от основания правда и не включается повторно даже подсветка в общем вот так процесс буду фиксировать ну как бы камеру с собой конечно не потащу но у меня на телефоне сейчас неплохая камера может быть соединю это все вместе если вдруг сейчас то я на руку спешу если вдруг в видео будет какая-то странная отрезка то считай зритель что этот кусок писался на телефон пусть я внешне красив но такой бесполезный ведь я блендер стационарный от синтек 1320 ст озон принял короче говоря я пришла мне открыли воткнули в одну розетку воткнули другую розетку он признаков жизни так и не подал печально впервые у меня был в жизни возврат на озон несколько волновался потому что вообще как бы все в первый раз я думаю зритель даже у тебя когда все в первый раз ты всегда слегка волнуешься короче как-то странненько было я узнала где в предложении на телефоне искать как вот там во первых я нашла вопросы по поводу возврата я потом нашла сам этот возврат оказывается я не могла найти в кабинете личном что у меня ничего не сменялось в самом заказе оказывается это отдельная глава глава раздел с этим возвратом и короче говоря я нашла этот возврат там приносишь товар на базу выдачи на официально я не знаю как на другой у нас официально по-моему сейчас только осталось очень хорошо что официально другая девочка уже была и объяснила ситуацию что вообще его вчера как бы купила что мы его протестили он вроде как работал но потом умер точнее не захотел больше работать ему моя квартира не понравилась или еще что я не знаю на армии про то что товарищи в инстаграм мне вообще там пели это другая сказка я не знаю если они вдруг удавляет камен это но бывают люди какой обычно мужчины игры через доверка который думает ооо я в этом понимаю я здесь работаю да на моей фирме на этом не может быть заводского брака это просто тупой клиент женщина короче в общем мне проверили я сказала номер этого возврата там ноль чего-то там чего-то там, его вбили я немножко посидела, сказали посидите, подождите, сейчас все сделаем значит я посидела, подождала там все оформили, сказали, что вот ну как бы возврат принят и в течение такого-то дня придут денежки я посчитала как раз, что денежки приходят в течение 10 дней, я говорю в течение 10 дней, она говорит, нет, пораньше придут потом увидела сумму одна а на карте другая, объясняют мне ну говорю, там со счета платила, она говорит ну это, говорит, все претензии, типа по такому-то бесплатному номеру позвонить или в чате написать, ну я написала в чате пообщалась с ботом, потом вспомнила что на счете Озон писалось что если заказ отменен, то денежки возвращаются сначала мне вернулись денежки на счет Озон, короче, как раз вот только зашла, пока я соображала, что где мне вернулась эта тысяча, пока я писала в общем, с ботом разговаривала в чате, мне вернулась эта тысяча рублей на счет и 200 бонусов, которые у меня там валялись. Потом мне вернулись два моих бонуса, спасибо и 34 бонуса, полученных, списались обратно, короче, два моих бонуса, спасибо, мне обратно вернулись. Но денежки на карту еще не перевелись. Потом прислалась смс, что мы вам перевели в течение нескольких дней, смотря какой у вас банк или платежная система, вам поступят денежки, но не раньше, не раньше типа чем через сутки, я так поняла, или в течение суток минимум как-то так максимум 3-5 дней. В итоге там я где-то нашла что-то в течение трех дней это приходит но у нас три дня еще не прошло и суток то даже не прошло короче а потом погулял по центру по городу по магазинам посмотрела чё где но это уже был другой ролик ну в общем так у меня мой красивый тяжелый блендер кстати на сайте зон было написано что 800 грамм но ни хрена не 800 грамм жалко я не взвесила эту несъемную запчасти я хотела потом на возврате написать что типа еще там часть не снималась а потом думаю основная суть возврата не часть несъемная с кувшина а то что он не включился короче часть у него не откручивалась но это видео будет видно в самом начале я еще хотела как бы записать такой маленький отдельный ролик вначале типа и зритель сейчас будешь смотреть ролик в котором начнут все такие восторги облом тебе зритель восторгов там закончится в начале начал но решила что думаю если чё в сабы там пушу короче вот если вы хотите сделать заказ на озон или сделали вам что-то не подошло вы еще ни разу не делали возврат то без проблем это все делается ну как бы там все адекватные люди ну мне по крайней мере такие попадались и все это делается все хорошо вот у меня первый возраст случился надеюсь что все таки у меня больше не будет возвратов баллы на счет зона сразу поступают бонусы спасибо сразу списываются записываются вот деньги приходят не сразу ну и синтек как много в этом звуке слове как ни хрена он не работает я верю что конечно что у кого-то попадается этот инсентек иначе бы он не существовал и не продавал это все свое я почему-то верю что это все три фирмы я так и забыла уточнить что там за фирма нога посередине между китфорд и сантеком с одного завода только завод там по лицензии одни выпускают по лицензии другим так сидят там три китайца и в органе так это суда это сюда это сюда потому что некоторые модели один в один друг друга повторяют учитывая что соответственно косплей какой-то там марки американской что ли витамин или еще чего-то там которая стоит овер дофига и может конечно скупой платит дважды нифига подобного этот я покупала за 3 430 вот так он стоил 3 630 а другой я купила за меньше чем за 2000 у меня малюсин без кидачка была так он там 2000 что листов для 2007 рублей но у меня вышло 1900 чем-то там короче за 2000 его купила я так поняла что у меня это случилось примерно параллель как вот дэксповскую оклаву покупала такая крута хорошая клава пять недель проработала учитывая что там две недели допустим деревня была потом клавиша перестала функционировать заводской брак я купила какую-то совершенно неизвестную фирму оказалось что-то просто линия там довольно известной фирмой у меня от этой фирмы даже что-то было эту с блендером получилось примерно так же мне просто не с кем было посоветоваться мне не было знакомых которые двинуты на арахисовой пасте или другой ореховой пасте видео на youtube очень мало такого типа одно видео было по-моему на этот блендер и в комментах женщина уверяла что вторая часть будет и что типа он все работает но обычно на было напрячься если просто нигде нету такого вот то наверное это или заказное видео или блендер умер меня он номер еще даже не начав функционировать печаль всем спасибо за просмотр всем хороших блендеров всем пока я приближаюсь я специально тут по скриптум этот штатив поставила практически полный штативный рост не на самом деле он может и повыше быть вот я даже сейчас подниму мое лицо с режется он меня выше в принципе то чуть-чуть но если камера на нем то вот он вот тут я вот тут камера теперь точно пока и заключительная часть эпопейс блендером центек ст 1320 короче в 1227 не пришло сообщение от сазон что смс к они мне сделали возврат средств и спустя пять часов ровно они поступили эти деньги на карту сбербанка так что если у вас вдруг что-то случилось теперь вы будете знать на моем опыте что это вполне реально осуществить то бишь если появился какой-то брак товара купленный на озон то можно сделать возврат совершенно без проблем если это действительно брак и вам вернуться средства довольно быстро ну вот я оплачивала картой побольше большую часть суммы оплачивала картой сбербанка мир но и часть у меня было с самого счета зон так что вполне все реально всем спасибо за просмотр и теперь уже точно пока